Музыка Тетя моя, которая была замужем, у нее двое тоже детей. Мы, я и старший брат, мой двоюродный брат, мы были старше и на годы моложе мой брат и еще сестренка. Мы все дружили по-разному. Но, конечно, изменилось абсолютно все. Тут я попал уже, понимаешь, в другую среду, которая сначала приглядывалась, но уже пятый класс – это программа самостоятельности. Вот была такая книжка, дневник Кости Рябсова, хорошая книжка. Ну, якобы, или не якобы, на воспоминаниях о временах, когда у школьников учителя боялись. Был, школьники могли отменить учителя за буржуазное направление. Вот я впервые такой буржуазный. Что такое буржуази? Буржуазный, рабочий класс, капиталисты. Рабочие, я знала, что рабочие приезжали к нам. И мало того, после отца моего они похоронили на Ваганковском плаве, так, как он хотел. И три года нас, собственно, кормили. Приезжали по вечерам, к крупу откуда-то, привозили муку, маме давали деньги. И, прощаясь с ним, они на венке оставили ленту такую, в простом белом таком оторванном куске. В материи черной туши было написано «С тобою хороним частицу свою, слезою омоем дорогу твою». Вот как, когда мне наследство спрашивали, а как вы с рабочими? Я говорю, вот так. А наследство, какое получили? Я говорю, вот это мое наследство. Я ему очень горжусь. Это до сих пор лента хранилась. Мы там спорили в музее, что ли, да, пусть читают. Вот я говорю, как через 10 лет после революции относились рабочие к своему бывшему хозяину. Вот вам и классовая ненависть. Ну, а раз вы тоже, речка, конечно, там и не было никакой. Вот таким образом, пятый, шестой класс, для меня уже начавшаяся московская школа, и жизнь у тети вот здесь, дома Лицеформана. Кстати, дом этот был дома моего дедушки Гучкова с материнской стороны. И это он не был там каким-то особенным, но был состоятельным человеком. И вот он сдавал там квартиры. И на это, собственно, это было очевидно достаточно серьезное существование. И когда моя тетя вышла замуж в 17-м году, он очень извинялся, что на нижнем этаже будет, потому что, говорит, не хотели жильцы высадять же, я не буду. Ну, поэтому воспользовались моя мама и двое детей, мой брат и я. Так мы и жили, и тут я увидела, значит, такой мир другой, что есть, понимаете, красовое что-то, есть расовое. По счастью, надо сказать, что вот никакого материального или свидетельствования отношений вот не было кто. Все были какие-то одинаковые. То есть платья были у меня, например, из занавеска. У братишки, тепленькие такие занавески, я помню, байковые зимой. Кофточки, курточки. Все это бабушка и все так перешивалось. И опять мы предлагали. Но вот эта новая программа с Дальтон-Планом, конечно, гибельно, гибельно отозвалась на образование. Что, пятый, шестой и вот в седьмом классе, только это уже 34-35 год, нас помнили. А то так, сочинение. Мы были разбиты на три, допустим, бригады, которые очень сильные, средненькие, слабенькие. Но кто-то был сильнее по математике. И когда задание он делал, отвечал он один. И все в группе ставили отметку. Также было сочинение. Кто хорошо писал, такая моя ближайшая подруга Сарочка Шапирова, она писала прекрасно. И у меня была пятерка, поэтому это была лютая двойка. Вот такое было. Дружно мы были все. Опять свидетельствовали. Очень много почему-то татар было. Я не знаю, это арбатская школа здесь. Ну, до пять или шесть детей. Ну, это никто не обращал. Ну, просто это хава, она рамазан. И она не будет. И никто как-то вот не преследовал. Но уже до седьмого класса уже очень сильно началась вот такая бдительность. Спасибо. 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 Спасибо.